Друзья, всем привет! Мы наверное с вами упускаем один такой момент в плане прошивок. Как же новая, к примеру, HyperOS себя будет показывать на таких аппаратах, которые уже не поддерживаются? Ведь понятно, что на новых устройствах все будет хорошо, ну с некоторыми вопросами. Но как же данная оболочка себя поведет на таких легендарных аппаратах, как, к примеру, там Redmi 4X, Redmi Note 5, ну и так далее? И в этом видеоролике я вам расскажу, что оно такое HyperOS на смартфоне Redmi Note 5 в 2024 году. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Также у меня в планах будет приобрести Redmi 4X и с ним также немножечко поиграться. Потому если вам данная тематика будет интересна, дайте об этом знать в комментариях. Сегодня у нас Redmi Note 5, аппарат, который у меня появился достаточно давно, но на канале про него не особо часто я вспоминаю. Но если лучше вспоминаю, то уже именно по определенному делу. И вот HyperOS, ну, понятное дело, что как бы это у нас неофициальная прошивка, которая для него доступна. И, кстати, кому интересно, в описании оставлю на нее ссылку. Работает она под управлением 13-го Android, но также мы с вами должны понимать, что устройство уже не новое и как бы не будет, допустим, какой-то плавности. Или той плавности, к которой вы привыкли, к примеру, там на новых современных устройствах. Да и в целом Snapdragon 636 на сегодняшний день, ну, как бы-то немножечко такое устаревшее решение. Но в целом сам факт того, что это устройство удалось запустить с HyperOS, это, конечно, однозначный плюс. Еще вас, наверное, удивит, что тут у нас есть анимация. И да, это устройство, ну, как бы-то хоть и на там кастомной прошивке, но оно поддерживает анимацию именно после установки. Если мы с вами обратимся к современным устройствам, то, ну, не каждый может себе это позволить. И если там, допустим, рут права поставить, а модули накатить, да, это все понятно. Но в данном случае у нас все идет сразу. И опять же, как бы не все современные устройства могут таким похвастаться. Есть еще один такой интересный момент. Когда мы хотим разблокировать устройство, и, кстати, отпечаток пальца тут работает, у нас будет такая несколько освеженная анимация вылета иконок. И да, этот аппарат данную тему поддерживает. Понятное дело, что у нас есть и новая шторка. Да, не с первого раза она может, конечно, у меня активироваться. И сразу хочу уточнить, что на этом аппарате у меня выгоревший экран. Потому, если вы на постном продакшене будете замечать вот здесь какие-то такие ореолы, имейте в виду, что это не проблема прошивки или еще чего-то. Это просто выгоревший экран. Так вот, шторка также у нас поддерживается. И что самое примечательное, она с задним размытием. Опять же, возвращаясь ко многим современным смартфонам Xiaomi, Redmi, Poco, ну и так далее, не каждый может похвастаться именно таким. Потому, как пользователь, покупая аппарат, хочет, чтобы все было сразу и без всяких танцев с бубном. Если мы с вами вернемся в настройки, что я еще хотел бы тут такого интересного отметить? Во-первых, это то, что у нас есть рабочий раздел с персонализацией. И многие, наверное, из вас могут подумать, что эти разделы пустышки и что тут ничего нет. Или же там, допустим, оно будет нерабочим. Но я хочу вас огорчить, ну, а других людей обрадовать, так это то, что тут эта тема работает. Да, с некоторыми подвисаниями, но опять же, как мы с вами в данный момент уже прояснили, в 2024 году Snapdragon 636, ну, немножечко так выбивается из своей актуальности. Также, если мы тут с вами захотим активировать эффекты глубины и фильтры всякие, то также это будет на этом устройстве работать. То есть, как бы это парадоксально не звучало, но аппарат, который, в принципе, уже, ну, скажем так, не имеет никакой поддержки, он все же еще имеет порох в пороховницах. Если мы, к примеру, захотим там с вами найти обои, и да, многих данный вопрос может заинтересовать, потому что тут есть супер обои по умолчанию. Да, это устройство их поддерживает, и вы можете их спокойнейшим образом загрузить там из облака, ну, грубо говоря, и себе их поставить. Так что, в плане кастомизации, данное устройство еще неплохо таки и работает. Ну, а мы с вами идем далее. По поводу рабочего стола, там, оптимизации, быстродействия, ну, и тому подобного, как мы с вами уже данный вопрос обсудили. И на этом я не вижу смысла, как бы, больше останавливаться. Ну, есть определенные фрезы, да, это понятно. Но, если у вас там этот аппарат еще живой, или же вы захотите с ним поиграться, в плане, как бы, поставить прошивочки и там что-нибудь такое поклацать, попробовать, то, как вариант, почему бы и нет. Хотя, опять же, возможно, мы слишком с вами привыкли к хорошему, и поэтому, ну, как бы, уже не понимаем того, что было раньше, и, как бы, не ценим то, с чего мы с вами начинали. Ну, я лично могу сказать за себя, что Redmi Note 5 я покупал по предзаказу, я его ждал, и, как бы, в принципе, на этом аппарате было постановление моего канала. Также вы только что, наверное, могли заметить, что тут есть некий такой стиль iOS. Да, как бы, это особенность рабочего стола. Далее, что еще по HyperOS тут можно из интересного отметить? Ну, конечно же, редизайны батареи и прочего. И да, я хотел бы еще отметить такой момент, что это портированная прошивка с другого устройства. Поэтому тут могут быть такие моменты, которые, в принципе, там, Note 5 может не поддерживать. Но, к примеру, ту же разделенную громкость он может спокойнейшим образом поддерживать. И это разделение у нас будет в самой системе, а не просто где-то там. Вот, пожалуйста, 4 ползуночка мы с вами можем здесь наблюдать. Камера, на удивление, также рабочая, и вы, в принципе, можете выполнять различные там снимки и композиции. Да, как бы, не с первого раза может запуститься, но она, в конце концов, запускается. Да, и как бы, это, можно сказать, некое такое оживление легендное. Да, хотелось бы, возможно, там, 14-й Android, 15-й даже Android. Но, я думаю, этому старичку будет очень и очень тяжело в данном вопросе. Но, а так-то, в целом и общем, действительно, неплохой вариант для кастомизации. Да, кстати, тут еще, по-моему, если мне память не изменять еще, и могут быть обновленные виджеты, а нет, стиль, к сожалению, тут будет старый. Ну, как бы, не все же сразу, как бы, мы можем с вами получить, но, я думаю, и на этом спасибо, что, в принципе, это устройство запускается, и мы можем с вами получить обновленные фишки. Если еще также вызовем меню питания, и оно у нас тоже тут будет обновленным. Наверное, с момента выхода этого устройства в массы, оно не имело столько фишек, как можно поставить их сегодня. Там всевозможные изменения пампок, ну и тому подобное, да, но это устройство поддерживает. Так что, друзья, если у вас есть такое старенькое завалявшееся устройство, если у вас там батарейка еще может выдавать какую-то жизнеспособность, вы можете попробовать накатить на свое устройство вот такие кастомы и разнообразить, ну или же оживить, допустим, того же Redmi Note 5. В любом случае, есть определенный фетиш с перепрошивкой всех этих старых смартфонов, ну, скажем так, капсул времени. Потому есть еще парочку идей, что можно вам интересного предложить на этом канале. Потому не забывайте подписываться на все наши социальные сети и вставить колокольчики для своевременного оповещения о новых видео на канале. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.